Телеканал КРТ представляет Священная земля и до последней капли крови Погибнуть за светлое будущее И люди уходят, и убивают, и погибают В Югославии, на Шри-Ланке, во Вьетнаме, в Сирии, на Донбассе Что это за словесные конструкции, которые ввергают наше сознание и нас самих в родоплеменные войны И заставляют цивилизованных, психически здоровых граждан Обратиться к первобытным инстинктам Вдруг бросить размеренную мирскую жизнь И пойти убивать и умирать Почему упоминания родственников в тревожном контексте Абстрактный долг перед абстрактной родиной Оказывают такой нужный эффект И ради незнакомых братьев и сестер Оставляют родную мать, жену, детей И уходят убивать чужих Мужей, матерей, жен, детей Какими переключателями современные манипуляторы создают напряжение В нашем внутреннем психологическом мире Разделяя его на разные полюса Любовь и патриотизм на одном полюсе Агрессивность и ксенофобия на другом Сегодня в программе «Полярный мир» мы поговорим о психологии войны Манипуляциях, общественным сознанием, причинах, результатах и последствиях Знаете, в одной аудитории, очень авторитетной, очень большой, я когда-то начал с того, что сказал о том, что человек никогда не убивает себе подобного Это вызвало, конечно, колоссальный шквал Сказали, что ты говоришь, ты, наверное, повредился умом, значит, потому что вся история человечества свидетельствует о том, что люди только этими занимались, причем в качестве одной из приоритетных своих видов деятельности Ну, я тогда говорю, что дело в том, что у нас внутри, это еще Кант об этом говорил, о том, что я удивляюсь звездному небу и внутреннему закону, который у нас внутри нас Существует блок на убийство себе подобного И для того, чтобы заняться любимым делом человечества, убивать друг друга, нужно этот блок как-то обойти Для того, чтобы обойти этот блок, создано огромное количество, сейчас мы об этом поговорим детально, огромное количество технологий, которые мы называем сейчас манипулятивные технологии или технологии манипуляции сознанием Но прежде чем коснуться вот этой вот узкой темы, я бы хотел, с вашего позволения, сказать такую общую вещь, о которой свое глубокое убеждение высказать о том, что как вообще наша психика построена Наша психика построена так, что весь наш внутренний мир и внешний мир, который мы воспринимаем, на самом деле на 100% зависит от способа его описания То есть там нету ничего, я на этом настаиваюсь, могу это доказать, он на 100% зависит от способа описания То есть найти объективную какую-то составляющую в этом невозможно Мы видим мир, исходя из тех базовых посылок, которые заложены в основу наших мировоззрений или рассуждений Есть огромное количество людей, которые противоположную посылку, у них будет мир прямо противоположный Доказать, какой из них более реальный в психологической реальности невозможно По сути говоря, все наши мысли, все наши идеи, все наши, так сказать, поступки, которые выходят из нашего богатого и хрупкого мира, они манипулятивны Человек сталкивается с манипуляцией своим сознанием, когда он рождается Как говорил профессор Почипцов когда-то сказал, что мы рождаемся в образах, живем в образах, умираем ради образов Вы говорите о среднем человеке из земли, кто объект манипуляции, вот в вашем срезе, независимо от религии и места в Индии, в Украине, в Америке Независимо, это нечеловеческая психика построена на образах Мы живем в образах, которые на самом деле объективной характеристикой их дать невозможно В зависимости от того, что мы положили в основу Если мы положили в основу, например, религиозную какую-то доктрину, мы будем описывать мир с этой точки зрения, встречаться с противоположной какой-то религиозной доктриной Если мы прагматист, прагматики, мы построим другое мировоззрение И найти, если мы на две линии фронта, линия фронта с двух сторон, две противоборствующие стороны Которые одинаково эффективно, с одинаковыми аргументами, очень логичными, огромным количеством фактов Описывают одну и ту же реальность прямо противоположным образом И доказать им, что эта реальность не такая, практически невозможно Продолжение следует...